Всем привет, вы на канале CryptoCommons и перед нами график биткоина. Что мы здесь видим? Очередную медвежью ловушку в полном разгаре. Пятиминутный график биткоина перед нами. Давайте не будем лить воду, а сразу к делу. Вот мы находимся в нисходящем канале. Мы находимся в нисходящем канале, из которого по-любому мы пробьемся в какой-то момент. И вас, наверное, интересует вверх или вниз. И честно вам скажу, что я не имею ни малейшего представления в краткосроке вверх или вниз. Как и никто другой, на самом деле, не бывает так, чтобы у кого-то был хрустальный шар, и он точно видел. Но мы зато имеем дело с вероятностями, о которых сейчас и поговорим. Потому что, смотрите, во-первых, мы можем выпасть вот так вот ложно, как это было здесь, и тут же вернуться в канал. Просто сбить стопы всем тем, кто зашел в лонг с коротким стопом. Точно так же мы можем ложно и наверх сходить, но потом упасть. Либо снова ложно вниз и потом отскочить. И в чем, собственно, заключается моя тактика работы с вероятностями, да, с математическим ожиданием? В том, что вы отдаляетесь, ребята. С пяти минутки вы отдаляетесь на тридцати минутки. Смотрите, ага, тут вообще другая история. Этот наш канал, который мы нарисовали, это вообще просто шум. Потому что мы находимся в большем канале, скажем, да, в некой вот такой вот консолидации. По большому счету, если вы отдалитесь еще больше, то вы можете заметить на четырехчасовике уже, что здесь вообще формируется некий треугольник или что-то такое, из которого тоже обязательно будет пробитие. Но на самом деле все эти паттерны, некоторые из вас скажут, да, они не работают, теханализ на крипте не работает, все инфо-цыгане. И вы будете правы. Потому что, по большому счету, ни хрена это точно нам не говорит ни о чем. Никакие головой плечи, никакие чашки с ручкой и прочее. Но у нас есть с вами вероятности. Потому что, смотрите, на четырехчасовике мы уже с вами видим, что мы находимся в ясном аптренде. Потому что, смотрите, вот у нас удержалась поддержка. И вот у нас сейчас, по логике вещей, вот тут, кстати, тоже удержалась поддержка, но она может удержаться даже и вот так вот. И это все равно будет восходящий тренд. Потому что, смотрите, здесь мы видим, что у нас было нисходящее движение, которое замедлялось, да, просто по нижним границам чертим линии. Мы видим, что у нас тут было нисходящее движение, оно замедлилось. И медвежье движение превратилось в бычье движение. Вот, собственно, что мы и хотим видеть. Соответственно, на самом деле, если мы отдалимся вообще на дневки, то для здорового аптренда у нас все, собственно, что и требуется. Потому что, смотрите, у нас есть подтверждение того, что этот рынок уже не медвежий, как говорили вот здесь многие, когда мы… Точнее, не здесь, а вот здесь, внизу, как говорили многие. Потому что мы переписали хай, и рынок был бы официально медвежим, если бы мы не переписали хай, а, скажем, вот отсюда откуда-нибудь пошли ниже, да даже вот отсюда, ну, чуть ниже хай, пошли бы ниже и переписали бы вот этот лоу. Вот тогда рынок был бы медвежий официально. Понимаете, тогда было бы что-нибудь вот такое, вот такое, и потом совсем вниз. Но мы этого не увидели на ожиданиях, опять же, всех. Толпа ожидала, что мы пойдем вниз. Толпа и вот здесь ожидала, что мы пойдем вниз, ребята. И толпа и вот здесь сейчас тоже, я вам со всей уверенности отвечаю, ждет, что мы пойдем вниз. Даже мною любимые и уважаемые товарищи, Рафаэль, Пифагор, и Редван, и Криптохамстер, многие. Редван, конечно, ждет финальный импульс, но не так высоко, как я рисую, даже, насколько я знаю. Какой-то вот такой, и потом медвежий рынок, что тоже, в принципе, на самом деле разумно. Сатоши вообще вышел, как я понял, в стейбл, еще вот здесь где-то или здесь. Но Сатоши срубил, Рафаэль, я имею в виду, срубил очень неплохие иксы на щиткоинах. Пифагор по своим индикаторам Global вообще говорит, что все еще лонг, поэтому не ведитесь. Так что, ребят, точно вам никто не скажет, но объективно, большущий респект и привет всем, кого я назвал, Криптохамстер тоже сдержанно отзывается о Bullrun, тоже имеет смысл, понимаете, но объективно мы пока еще находимся в аптренде, посмотрите, у нас есть повышающиеся минимумы, да, и повышающиеся в целом максимумы, даже вот этот максимум глобальный, вот этот, он выше, чем вот этот. Вот что я вам хочу сказать. Поэтому тут, конечно же, я больше солидарен с планом B и с Кевином Свенсоном, что мы сейчас просто выстреливаем очень-очень сильно. По аналогии, как вот биткоин поднялся с 10 тысяч на 60, тоже все говорили, откуда там ликвидность, уже нету, уже не тот, уже биткоин старичок, тяжелый, вот типа так, как было в 2017 году, когда мы поднялись там с 300 баксов на 20 тысяч, так уже не будет. В итоге что мы увидели? Мы увидели первую часть этого движения, то есть мы сейчас где-то вот здесь, по идее. Потому что экспоненциального прям такого взрыва еще не было. Соответственно, если мы экстраполируем вот это движение сюда, примерно вот так, да даже не на 600, даже вот на 100-200%, то это будет биток по 150-200к, понимаете? И это вполне себе нормально, это закон рынка. Вы говорите, что рынок сейчас другой, ничего не повторяется, все всегда повторяется. Знаете почему? Не потому что рынок повторяется, а потому что поведение людей не меняется. Поведение хомяков на рынке всегда идентичное. Если вы посмотрите, ничему, что называется, жизнь не учит. Вот у нас был первый глобальный буллран, тоже здесь все зашортили, улетели еще выше. Медвежий рынок, все лонговали, лонговали, лонговали. Опа, вышли из накопления, пошли наверх, первый буллран, все зашортили, еще выше. Медвежий рынок, опять опа, здесь всех обманули раз-два, все равно медвежий рынок. Здесь все лонганули, думали, что уже все, здесь все шортанули, думали, что страшно, в итоге что? Снова буллран, опять же, смотрите, оп, первая ловушка, все зашортили и мы идем переписывать хай. Ну какие, ребята, какая двойная вершина, я, конечно, ничего не говорю, если я окажусь неправ, я снимаю шляпу, но по мне так это абсолютно очевидный гребаный лонг. Поэтому меня вот этими коррекциями пятиминутными из рынка не вытряхнешь, потому что там сейчас все паникуют. Я это воспринимаю как просадку, которую нужно докупать. Но опять же, ребят, докупать аккуратно, если вы здесь купили не на всю котлету, потому что ушло еще ниже, купили еще. Если вы торгуете с плечом, то плечи надо подключать там, куда вы думаете, что не дойдет. Скажем, вот тут вы покупаете на свой объем, и если вдруг уйдет вот сюда, вот тут вы уже берете плечом, где всем страшно, где всех реально ликвидируют, вы берете аккуратно вторым плечом. И если вдруг кольнет еще ниже, вот здесь вы берете там третьим, четвертым, пятым плечом, и потом оно все равно в итоге отскакивает, то у вас цена входа уже усредненно хорошая. И то это сопряжено все равно высокими рисками, потому что это называется Мартин Гейл. Если не знаете, что такое Мартин Гейл, почитайте, это казиношная стратегия. Она тоже может привести к полному сливу депозита, если рынок так и не развернется, как было в коронадамп. Но коронадамп был в медвежьем рынке, а сейчас бычий, поэтому смотрите. Глобально, еще раз повторюсь, по логарифмическим нашим кривым, любимым, смотрите, мы. Мы выглядим очень по-бычьи. У нас зеленые недельные свечи, хайка наши. Это очень сильный индикатор, потому что до тех пор, пока они зеленые, они могут быть очень долго зелеными. Вот, и до этих самых пор мы идем наверх, пока они зеленые. Поэтому смотрим, мы уже пробили на самом деле среднюю линию, и перед нами дальше открытый космос, среднестатистически просто, потому что мы, смотрите, первый раз ее пробивали, корректировались, и потом пробивали ее второй раз и улетали в космос. Так было всегда, потому что либо мы ее не пробивали и корректировались, либо мы ее первый раз пробивали, корректировались и улетали в космос. Опять же, первый раз пробивали, корректировались и улетали в космос. Так что сейчас у нас, с этой точки зрения, очень-очень бычий момент. Вот, ну а по поводу альткоинов, что мы можем заметить? Проект FalconX. Прямо сейчас запустили торги на PancakeSwap. Ссылка будет в описании на их токен, на их сайт. Посмотрите, очень неплохой старт. Дисклеймер, конечно же, не финансовый совет, на свой страх и риск. Изучаем проект, смотрим. FalconX, изучите проект, ссылка в описании. В Телеграме сделали пост, прочитайте обязательно. Проходит giveaway, призовой фонд 100 BNB, 10 призовых мест по 10 BNB. Для участия не нужно покупать монеты. Так что зацените, ссылка на сайт в описании. Вот их white paper, аудит, дорожная карта проекта, команда. В общем, дисклеймер, ребята. Изучайте вопрос. Если вам все понравилось, то ссылка на проект в описании. Раз уж мы заговорили об альткоинах наших любимых, давайте посмотрим на график доминации BTC. График доминации BTC сражается с нашим all-time low, до которого мы еще не дошли, с 2017 года. То есть настоящий альтсезон, по моему мнению, полный альтсезон, вообще сезон всего, начнется, когда мы пробьем вот это дно. Мы сейчас, смотрите, дважды уже отверглись от сетки VMC Cypher. Но это почти такая же сетка, как и AMA Ribbon, немного с другими настройками. Если мы сейчас эту сетку не пробиваем, то мы летим вниз камнем. И, соответственно, альтсезон, альт to the moon начинается полный. Опять же, сезонно. По временам года, вот сейчас это время, ноябрь-декабрь, статистически очень иксовое для биткоина и для альткоинов. Но у нас тут есть, ребята, вот такие вот бычьи дивергенции, зеленые точки, что говорит нам о том, что, в принципе, в краткосроке мы можем увидеть еще один отскок номинации перед продолжением слива. И в таком случае многие альткоины, кто торгует особенно к биткоину, кто торгует альткоины к биткоину, их маржинальные лонги могут быть сильно ликвидированы или подшатаны. Например, вот как было здесь. Смотрите, все думали тоже, что это разворот, тоже было все в бычьих диверах. Вот, видите, еще и здесь были бычьи дивера, кстати. Но после этого мы сделали резкий отскок и улетели вниз. То есть мы сейчас либо здесь в аналоге, либо здесь, по моему мнению. Но никак не вот здесь еще. Это мое мнение. Возможно, оно и неправильное, потому что, смотрите, вот дивергенция. Может быть, мы сейчас еще… Я жду, что мы еще дипанем, увидим альтсезон и уже к Новому году развернемся, и доминация BTC снова начнет отрастать. Dash to the moon. На недельном таймфрейме. Dash у нас никуда не торопится. Вы знаете, это идеальная монета для черепашьего трейдинга. На недельном таймфрейме мы видим то же самое. По нижним линиям мы видим, что у нас был явный даунтренд в 2018 году, замедляющийся даунтренд, очень медленный даунтренд в 2019 год. И в 2020 ровно в новом году был переломный момент. Вот этот памп, памп и дамп уже не увенчался успехом для медведей, потому что этот дамп закончился чуть выше, чем предыдущий. И, соответственно, мы сломали траекторию понижающихся минимумов, как вы можете видеть, и начали рисовать повышающиеся минимумы. И дальше у нас пошла уже траектория наверх. То есть у нас каждый следующий минимум был выше. И пока мы эту траекторию удерживаем, и более того, я вам хочу сказать, что уже она начинает свое параболическое восхождение, параболическое закругление. Если это так, то тут по всем параметрам, по бимбенсу, опять же, по всем метрикам, это будет очень резкое параболическое закругление, ребята. И первая остановка будет, я не знаю, тут, ну, конечно, есть у нас небольшое сопротивление на уровне 500 долларов вот здесь. Но я думаю, что оно будет вынесено просто, и вот здесь вот 500 с чем-то. Как по маслу вообще без остановки. Может быть вот с такой поддержкой. А дальше все. Многие, правильно кто-то написал в чате, многие продадут вот здесь. Или даже вот здесь, понимаете? А дальше вот здесь это будет all-time high. То есть дальше мы дойдем до all-time high, а здесь точно все продадут, скажут, вау, как я много XO срубил. А дальше я жду от Dash примерно вот такого движения. Но, опять же, дисклеймер, ребята, не финансовый совет. Это лишь мои ожидания. Я могу оказаться неправ, и все пойдет по одному месту тогда. Вот. Но так, если вы обратите внимание еще на недельный RSI, то смотрите, перед прошлым был раном вот здесь вот тоже. Здесь же были суперторги, на самом деле, хоть их сейчас и не видно. Посмотрите. Там было вот все то же самое, что сейчас. Пампы, дампы. Смотрите, сильные движения. Уже разворотная тенденция по минимумам. И что характерно, RSI недельный, смотрите, первый раз вышел из коридора наверх, после этого дампанулся, и после этого только пошел уже в сильную перекупленность. Что мы здесь видим? Первый раз вышли из коридора, дампанулись, и сейчас нацелены наверх. Если уж кто-то консервативно ждет, когда войти в Dash, то на самом деле входить надо будет вот здесь, когда мы пробьем уровень 70 по RSI, как было вот здесь. Обратите внимание. После этого мы увидели bullrun на 3500%. Если это произойдет здесь, по моим подсчетам мы увидим bullrun, ну как минимум на 1500%, а вообще я думаю, что больше. Поэтому вот такие у меня ожидания по Dash. В принципе, очень схожие ожидания и по другим альткоинам, такого же рода, которые не соскамились, и у которых рабочая технология, широкое массовое принятие. Напоминаю, что у Dash монет меньше, чем биткоинов, соответственно, дефицит предложения огромен. В отличие от того же эфира, который уже улетел со 100 долларов на почти 5000, и выглядит побыча, конечно, давайте глянем эфир. Вопросов нету. Эфир выглядит побычи. Но напоминаю вам, что он валялся там же, где и Dash очень долго, в накоплении. Вот тут, где мы сейчас по Dash. И он вышел. И при этом монет эфиров намайнили за это время, за эти 3 года, или сколько, 4 прошло с прошлого пузыря, больше, чем биткоинов уже намайнили монет в общей сложности. А Dash намайнили всего пару миллионов. Так что он очень дефицитный актив. Ну и в целом я вам хочу сказать, что у нас все прекрасно. На недельном тайм-фреме мы даже не видим этих коррекций. Total 2, общая рыночная капитализация альткоинов, переписывает all-time high. Общая рыночная капитализация альтов и биткоинов тоже переписывает all-time high. Скажете вы, у нас тут вырисовываются глобальные дивергенции на больших тайм-фреймах. Ну знаете, о чем они сигнализируют? Такие дивергенции обычно сигнализируют о том, что у нас в следующем году вот здесь начнется медвежий рынок. Если опять же мы сейчас улетим сильно выше, RSI улетит не выше этого максимума, потом будет вот так, будет коррекция, может быть еще какой-то всплеск, и потом уже мы пойдем вниз. Это вам говорит о том, что в принципе надвигается медвежий рынок. И к этому нужно быть готовым, ребята. Самое главное, к чему нужно быть готовым, это к тому, что обязательно будет медвежий рынок. Даже если мы улетим сейчас на 10 триллионов капы, что и может быть такое, и не будет никаких дивергенций. Все равно обязательно, обязательно будет медвежий рынок. Поэтому я хочу убедиться в том, что вы со всей ответственностью к этому подходите и готовы не только к лонговому движению, но и к шортовому. Поэтому в сухом остатке. Сейчас паниковать причин нету, все у нас нормально. Битдау опять же, вон смотрите, 3 доллара переписывает, смотрит по ходу долларов на 10-20. Вот, Basic Attention Token тоже, кстати говоря, растет на недельном таймфрейме, если вы посмотрите. Да, тут была очень резкая тень наверх, и это все рассматривается как коррекция на 4-х часовике, но в целом это импульс, это коррекция. И если включить нашу любимую сетку EMA Ribbon, то мы сейчас прямо на ней. Если мы удержим ее как поддержку, то Basic я жду еще куда-то гораздо выше. То же самое могу сказать и по MANA. Посмотрите, MANA и OSD тоже отбилась от сетки. Я здесь немножко прикупил MANA, несмотря на то, что я еще тут ее набирал. Еще гораздо раньше, еще в 2019 году я набирал вот там. Но кто не успел, смотрите, ищите просадки. Если будет сильно колоть, в принципе, добирайте, потому что игровые валюты сейчас на хайпе, игры развиваются, поэтому MANA ждут тоже наверх. Litecoin to the mooner давайте коротенькие тоже. Здесь все хорошо. Litecoin, Bitcoin я лонгую. Всю эту дорогу вниз набирал. Смотрите, тренд развернулся, пошел отскок. Вроде бы уже не ложный, как вот здесь. Вроде бы уже устойчивый отскок. Давайте посмотрим, хватит ли сил сейчас Litecoin сразу попереть наверх, или он нарисует еще двойное W, и потом все равно пойдет наверх. Ну, потому что уже все куда. Куда, как говорится. Вот, так что это Litecoin к биткоину, а Litecoin к доллару уже подтверждает то, что я говорю, тем, что он идет наверх. Посмотрите. На 4-х часовике у нас устойчивый аптренд, и вот оно рисуется, это W. Поэтому, ребята, все тут прекрасно. Финальная фаза маниакального пузыря только ждет нас. Но под Новый год давайте быть трезвомыслящими и начинать фиксироваться. Если у вас будет хорошая прибыль, фиксируйте хотя бы половину. Хотя бы половину. Кейк, хочу вам сказать, тоже интересный момент для накопления. Похоже на 1-inch. Кейк я прикупил немножко в свой портфель, потому что PancakeSwap, потому что интересная фармилка, интересный DEX. Вот. В принципе, кейк выходит из этого диапазона, на мой взгляд, сейчас, и покажет себя очень хорошо. Я надеюсь. Может быть, будет ложный пробой, но в целом все это туда. Короче, это The Moon, ребята, как обычно. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. Напишите обязательно в комментариях, что вы обо всем об этом думаете. Подписывайтесь обязательно на наш второй канал, CryptoCommons 2.0, где мы переводим регулярно для вас топовую зарубежную аналитику. Бенджамин Коуэн, Алиссё Растани, Кевин Свенсон, Энтони Пампелиано, Андреас Антонополус. Все для вас, ребята, чтобы вы были в курсе всех криптодел. Ну, а нас уже с вами, кстати, практически 60 тысяч подписчиков. Давайте поднажмем. Прямо сейчас у нас есть шанс с вами обогнать биткоин, поэтому давайте нажмем на кнопку подписаться. Вам это ничего не стоит, а нам приятно и помогает развитию канала. Все. Все ссылки в описании, все лучшие биржи, бонусы на них, рабочие кошельки, обменнички. Изучите, посмотрите. И скоро увидимся. Всем профитролей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok